всем привет вы на канале любит мишка на канал про пешие путешествия зайдзен с нами мы прибыли в новую для нас республику республика чечня и первая наша точка это озеро казино и ам так что поехали и так заселились мы в номер казино и am отеля что мы получили за 3000 красиво зеркало шкаф зайца большую спальную кровать телек всякие принадлежности холодильник и и и и и блин ценовеская вид на озеро прикольно и заяц и заяц опять вот льет дождь поэтому мы сейчас будем есть пельмени которые привезли из москвы по ценам на ром сервис так так национальный или кстати много всякой вот и тут тоже даже есть всякий алкоголь но покуда они монополисты районные то ценник ну соответствующий вот а начнем мы с самого комплекса казино гостиничного состоит из основного корпуса с номерным фондом различными домиками вот 6000 заканчивая виллы за 70 немножко аттракционов батут тир детская площадка вообще красивая зеленая территория на спуске к озеру стоит довольно большое количество разных беседок есть маленькие внизу есть побольше с мангальной зоной но одно выходные гостей довольно много так ну телефон телефон есть у них и на сайте но не на сайте на яндекс картах из того что предлагается зиплайн и лодки зиплайн и стоит 1000 рублей лодка стоит 500 рублей конные прогулки там зависимости от просто покататься 15 минут 300 рублей стоит вот а он смотрит что ли стационарная шашлычка живая музыка вот домик вот отсюда видно это вот красно-зеленые это круглогодичная каталка на ватрушках да сегодня работает поскольку непогода да разгулял хорошо но есть получается вдоль побережья можно пройтись ночью возможно загораются фонарики на по крайней мере не стоят подсвечивает шикарная вода конечно очень прозрачная красивая как вода то попробуй но купаться здесь нельзя по крайней мере на со стороны и территории отеля вот одноименного ай давай в жизни попала хороших ой смотри как там красиво да ты главное не рубанить давай лабу да ну что на солнце да типа тусклый тусклый выгорело выгорело на хрена не выгорело вон и смотри еще облака сели также при комплексе есть ресторан-музей там и завтраки и еда на заказ и первое блюдо которое к нам пришло это жижил галнаш по сути это так так чтобы было понятнее бульон бульон чесночная масляная такая штука галушечки и отварная говядина я просто огромный покажи относительно руки на кости здоровую мать 450 рублей довольно что и следующее блюдо это ног чин черпа по сути тоже похоже только здесь такая большая картошка кусок мяса и бульон наваристый вот простенько но я такие штуки еще люблю и в завершении пирог с мясом просто пирог с мясом он здесь никак особо не называется по крайней мере в меню но мы взяли его с точки зрения что если останется еще на завтрак а значит если они кстати говоря вот эта штука не помню как называется уже жижил галнаш да очень крутая очень вкусно сытная и три в одном тут и соус и бульон на суп ну такой как бы просто ну если сравнивать то вот эта штука выигрывает так что то чем собственно почему ресторан-музей потому что здесь на стенах и на полках расставлены разные штуки старинные видимо с раскопок каких-то всякое всяче всем а мы находимся сегодня второй день здесь на казинами там он любопытный мишка а у нас доброе доброе утро это озеро на границе дагестана и чечни собственно когда ты едешь с грозного получается ты заезжаешь сначала в кусок дагестана ну по границам а потом заезжаешь назад опять в чеченскую республику и вот это уже считается чеченская республика вот короче на границе веденского района чеченской республики и ботлинского района дагестана вот и вообще это гидрологический памятник природы регионального значения и высота над уровнем моря сколько тебе говорил 1860 нет 1854 вот и водоем образован в результате запруды двух рек харсун и кауха ну и вообще тут много еще всего я еще все порасскажу понятно а очень крутая озеро красивый цвет воды который меняется буквально с каждым изменением солнца и либо в данном случае туч и где-то в двух с половиной километрах от казинама находится такой поселок хой но это такое восстановленное поселение привет пес видимо с ним все не будем в компании ходить здесь вот принципе сразу указатели пешеходные туристические к селению хой панорамный вид это понятно и вот этот кстати но это мы завтра здесь пойдем но правда не по ним не по маршруту него по другому это на ходят данных чайки лоевского водопада 24 комы ну ног чайки лоевский водопад помнишь там где своротка от этого от макожоя направо да мы от макожоя пойдем прямо и налево вот это анонс следующих дней сегодня блин классный пёс до тяпнет обязательно у блин собака миш мешается под ногами очень круто и смотрится кроме комплекса казинама который принципе единственно здесь усвечивается здесь есть гостиница родник 15 номеров 50 человек вот в общем номер для брони адрес инстаграма кому нужно буквально поднялись на метров 200-300 дынь и вижу долину сразу открывается очень круто и вот по этой дороге если дождя не будет завтра почешем но если дождь то еще здесь повтыкаем и здесь вид на тебе ложки каньон еще какие-то домики видимо под сдачу колючки колючка понятно слепая бабушка моя бабушка я думаю это бабушка которая баба не на бабушка говорит если колючку высушить то они колдунов отгоняет реконструированный поселок хой село есть родник парковка оборудованная смотровая такая довольно прикольная вход 100 рублей на территорию а и старинное кладбище есть старое но есть такого из интересного то что можно везде зайти посмотреть это видимо как скотный домик что будешь рассказывать да ой да еще сюда милое окошко окошко печка такое все низкое беседки ну да мне кажется тоже он там колодец дагестана чечненью дом то что но останавливаться ну мало мест где это поселение хой старое угадай какая высота центра центра башни ну наверно да получается 1800 в переводе с чеченского означает дозор стража или башни стражников поселение стражников а после депортации 1944 года село полностью опустела и сейчас является памятником архитектуры но вход сюда платный 100 рублей сделано очень круто вот вон там это уже новые дома и он там видно мечеть ага да видно понятно ну да полностью сделаны но в этом есть а плюс и б минус минус наверно для тех кто хочет посмотреть аналитетичный кавказ но это как бы не она это именно новострой а плюс то что ты можешь посмотреть как это было при этом не надоедая местным жителям классная придумал не классное место с точки зрения что здесь все как принято говорить интерактивное в плане того что везде можно зайти можно полазить с детьми блин здесь можно я думаю не один день тусить вон куда угодно можно зайти столовая хочешь кушай он здесь это у нас спальня с одной кроватью да я думаю возможно это будут может даже сдаваться вообще было бы аналогично но интересно пожить в такой избушке ты где я уже потерялся вон еще тут еще строится и все это с шикарными видами да можно кстати укрыться дождя мы его вот ожидаем думаем отсюда пока не идти потому что вот-вот гремела не знаю все равно кажется ливанет а еще интересно здесь на домах периодически развешены чеченский кодес чести канахала вот и в семье своей канах должен быть таким же справедливым как в обществе и в наказании в поищрении должен быть ровным и сдержанным да вот еще один есть в чужой стране канах должен не только соблюдать ее законы но уважать ее обычаи и традиции следует ему в той мере в которой это не задевает его национального достоинства и конфессиональных убеждений в этом выражается его благодарность за воздух и хлеб этой страны но это для всех это вообще ну как бы это должен знать каждый не мудрено вообще что поселок крепость окружен такими крутыми обрывами практически со всех сторон он здесь тоже уже здесь получается и туда продолжается каньон с другой стороны гора привет добродушная лобай вот она храняет вот этих овечек и к и к и к ось танчик давай дракуйся В общем, еще такая фишка Вот, видели на двери магазинчика то, что обслуживание клиентов только сертификациям вакцинированных Наверное, ну, мне кажется, единственный регион, в котором это поводилось Ну, реально, мы ехали с таксистом, реально так и было, что ничего не закупишь, если у тебя нет справки о вакцинации Ну, сейчас уже это попроще Ну, то есть мы зашли А, ну, это для, мне кажется, для камнеуборка Что-то такое Ну, вот, нереально Ну, и говорит Можешь паспорт с собой не возить Можно даже документы на машину не возить Но главное, чтобы справка с собой всегда была Вот, в общем, такая обязательная фича Ну, и вот какая непредсказуемая погода, если не смотреть на прогнозы И даже с прогнозами Так, что-то около То есть сидели солнце, облачка А вдруг налетел ветер, собрались тучи и полил дождь Хорошо нас подобрала машинка и довезла до озера Так, пока что просто накрапывать, но ожидается еще и ливень Гроза гремит Так что вовремя вернулись Поэтому всегда в горах длите погоду Если куда-то идете подальше И, в общем, вот такая вот чеченская тусня Да? Ну, прикольно Приезжают именно снимать вот эти домики Шашлыки, туда-сюда Гуляют, смотрят Ну, классно Я и сам сюда приезжал На выходные вот так вот, да? Классно Ты и приехал Я и приехал Нет, если бы жил рядом Гоняй хоть каждые выходные Вообще здорово Хоть дождь, хоть не дождь А, правда, зимой Ну, зимой же тоже работает отель Зимой здесь можно застрять Потому что иногда выпадает очень много снега И вот этот перевал Можно не проехать обратную сторону Забрались немного на горошку Сверху вот этого супер дома Здесь получается комплекс спортивный Там борьба А, там борьба Ну, всякие тренажеры Всякое-всячное И здесь же есть склон Видимо, горнолыжка Учитывая вот эти вот подъемники Но, видимо, то ли не работает То ли еще делают Но, в общем, мы не поняли И в прескурантах горнолыжки нет Ну, и склон здесь такой Ну, не знаю По мне ученический Такой вялый Вот То ли еще будут делать А сейчас думаем куда-нибудь туда забраться Еще что-нибудь сверху посмотреть Да? А, вон, кстати Вот этот родник Отель Ну, тоже недалеко так от озера Ну, прикольно Ну, что-то недалеко от 200 метров Два шага Вот Правда, это Не пересматривали видео Хотели позвонить Узнать, сколько стоит Потому что, ну, по сути Не знаю Нам сказали, что он дешевый Да, сказали, что он дешевый Интересно, сколько дешевый Сколько по чеченским меркам Дешевый Классный домик На самой Верхо Торины Панорамное остекление Этот Мангал-печка Беседка С выходом С выходом На панорамные прямо Виды И внизу еще довольно Уединенный домик Отсюда же спуск Тарелка висит Ну, вот здесь вот достраивается Получается Блин, классно Да? А, смотри Вот это Это земляной тандыр Целиком барашка жарить Да Спутимся? Ну, да, давай рискнем Готов Да, вот такой вот Земляной Земляной печь Земляной тандыр То есть, получается Вот сюда можно крепить Мясо туши Там костер Угли И фигак Потом крышка Гигантская, кстати Здоровая, да? Крышка такая Понюхай Да Мясом Да, мясом пахнет Видимо, на заказ готовят Когда Целыми Тушами Куски Прикольно Еще одна вилла Ну, это классная, кстати, да? Ну, наверное, вот эта как раз и стоит 25 Которая 25 сутки Ну, да Здесь на дофига Классный тут Калиброванный брус Здоровый Ну, сделано, конечно, классно И еще здесь Мангальная зона И дофига дров В распоряжении Ничего себе здесь дровишек А, вон, здесь и крытая еще Да, здоровка Да, здесь можно Да, и такой внутренний мангал Здесь можно прям этот Свадьбу замутить Небольшую Ну, не чеченскую, конечно Смотрите, золочная батарея получается, да? Нет, это подсветка вверх И подсветка вниз Блин, прикольно Вот так тут главное не скатиться Ну, просто, чтобы они сюда не ходили А тут нормально Блин, прикольно Огнетушители Дровишки Ой, вообще классно А вот та вилла, которая на самом верху Самая здоровая И самая дорогая Она охраняется еще автоматчиками Еще в бронжи Да, вот мы просто шли, думали Интересно, они прилагаются к тому, что ты снимаешь То есть Они ее просто так охраняют, пока она не сдается Или если ты ее снимешь И тебе их дадут В нагрузку Соседи Соседи И там военные охраняли мост Который, ну, через Ирганайское водохранилище Вот И там сидели пулеметчики С огромными кавашами И огромным пулеметом Вот Ну, я у них попросил пофоткаться Она и сказали, что лучше не стоит А, видно Вон, радуга Да, крутая Офигеть Дождь льет А холмы Солнце А как ты, кстати, думаешь Вот Хой Он выше или ниже Казиинама? С самого озера С самого озера? Да Мне кажется, ниже Да 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 Тут 1846 вроде метров А там вот 28 Ага Мне прям сегодня в видео Ну, гадайте Класс И вроде как причиной образования этого озера стало землетрясение Это, ну, как бы из официальных, да, таких причин А есть же куча легенд Да, легенда, да Одна из легенд, ладно, я даже не буду рассказывать Типа метеорит Ага А вторая легенда, что типа шел, тут было село на этом месте Шел какой-то старец Попросился, постучался в дом Попросился, ну, там, поесть, попить, переночевать Ну, вроде как Это же легенда Да Вот И, в общем, его никто не пустил И на этих жителей обрушились Ну, обрушились дожди полные И, типа, образовалось Их затопило И до сих пор, типа, думают, что там где-то село находится На глубине Потому что нужно быть гостеприимными И добрыми Да Вот Ну да, такая легенда И мероприятие номер три Да Как ты думаешь, что тут могло быть такого спортивного в 70-х, 80-х годах? Борьба? Нет Не знаю, кунг-фу? Нет Здесь располагалась база олимпийских... ну, короче, тренировок, сейчас скажу Олимпийская база? Да, по грибному спорту СССР А-а-а, грибники? Да Вот, но во время военных действий в Чеченской республике все было разрушено Ну да, логично Потому что бомбилось все А-а-а, и прикольно еще в чем В 2011 году президент Федерации современного мечевого боя Причем тут мечевой бой я даже не знаю Переплыл озеро в длину 4,5 километра он плыл А-а-а Прикинь? Круто Ну, типа, может, и мечом махать, и грести? Как-то я не знаю Ну, просто, я думаю, выносливость вообще А-а, ну это вообще офигеть, да? Прикинь, 4,5 километра Учитывая, что оно не теплое Да А ты еще говорила, здесь какие-то регаты проходят Да, на озере еще проходил кубок Кизианам Это международная регата То есть соревнования Почему? По яхтингу По парусному спорту Парусный спорт Который проходил тут в 2017 году Она, кстати, занесена в Книгу рекордов России Как самая высокогорная Евразия И одной из самых высокогорных в мире Вот это соревнования А, соревнования Да, именно соревнования, видимо Вот И в соревнованиях участвовали яхты И при том в 2017 году участвовали 7 или 8 стран Вроде 8 И при том участвовали и США И Новая Зеландия Ой, смотри, какой малыш Ой, Псина, привет Такой милый Вертлявый А, нет, ты, кстати, не наш Но мы нашего тоже видели А, что еще? Что еще? Мы сегодня видели утром рыбок Рыбок, да Да И тут еще и рыбалка, и все дела И тут выводится форель И она, знаешь, как называется? Казинамская Нет Изинамская форель А, Изинамская Да Милаш, ты слушаешь, да? И запоминай И он там тоже внимательно слушает Привет Это другой Это другой Наш вислоухий Но он тоже здесь ходил С которым мы сегодня ходили на Хой Да, прикинь Я понимаю, тут все кормят шашлыками Но вот у нас шашлыков нет К сожалению Ну, сами как шашлыки Ну, и как вчера Снова зарядил дождь И он будет до самого вечера Завтра нам, по идее, выдвигаться Думали, в сторону Макаджоя Но у нас немного поменялись планы Макаджоя Макаджоя Макаджоя, да В общем, в итоге мы хаотично собираемся Быстренько Пакуем шмотки Идем сейчас поужинаем А завтрашний выпуск будет приключенческий Да, заяц? Да На встречу приключениям В общем, завтра будет авантюра Обязательно не пропустите следующий выпуск Я даже его не отсняв Думаю, что он будет прикольный Ну да, а сейчас мы пойдем поснимем еще еду Да Я сейчас даже липочку возьму О, да Да Вот, так что пойдем сейчас поужинаем Уже почти собрались И завтра с утра погоним Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok